ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ влиятельный, обеспеченный человек. Он входит в 50 самых влиятельных мусульман мира. Он проповедник, у него свой телеканал, на котором каждый день выступает. И вот у него есть такая интересная идея, которая мне лично очень понравилась. Именно по этой причине мы полетели в Турцию. Я скажу, что я много лет не летал в Турцию, после того, как у нас были определенные события. Ну а сейчас у нас обострение отношений, сейчас вообще если летели они в Турцию не летают? Да. А мы полетели, я летел не один. — Мы это кто? У вас было несколько человек? Да, у нас было несколько человек. Со мной был мой тоже товарищ, общественный деятель, Александр Бабушкин. Был также с нами еще один парень, который является христианином-арабом. Также в нашей делегации было несколько арабинов. Я с ним не был знаком до этой поездки, их приглашали отдельно. — То есть они сами выбирали, кого пригласили? Они сами шагом пригласить, да. Также с нами была довольно известная журналистка 20 канала Лиат Шемеш. Вы знаете, было очень интересно. Они поставили цели, которые, ну скажем так, меня обвинить в том, что я левый тяжело, поскольку я правый. И я увидел там вещи, которые они, наверное, немножечко сломали Стиву, который я сам себе нарисовал. То есть я всегда возмущался, почему у нас в стране есть левый, который борется за мир путем уступок арабам, а у арабов и у мусульман нет таких. Оказывается, есть. Так вот, идея этой организации такова. Во-первых, они борются с антисемитизмом. Они борются с сопережением Холокоста. Они недавно выпустили фильм. То есть их люди летали специально в Польшу, снимали, лагеря смерти. И они выпустили фильм «Правда о Холокосте», который доказывает, что Холокост был. Они за диалог трех религий. Что было понятно, я вам скажу вкратце, кто там был. Люди, которые присутствовали, люди, с которыми мы общались, общались очень позитивно. Значит, мы общались, к примеру, с шейхом из Марокко, с шейхом из Иордании, с шейхом из Хеврона, с профессором из Иордании, профессор, который делал свою докторскую по отношениям Израиля и Палестины. Кстати, с большинством из них мы общались на иврите, что тоже интересно. И вы знаете, я увидел совсем другую точку зрения, совсем другую позицию, не ту, которую мы привыкли видеть. Это люди, которые говорят, что они устали от войны, которые говорят, что они устали от власти Хамаса, и в том числе Абумазана, руководство палестинской автономии. Это люди, которые хотят мира. Более того, они озвучили очень интересные идеи. Я не знаю, насколько они утопические, насколько они реалистичные, идеи таковы. Они считают, что беженцы, которые сегодня разбросаны по миру, так называемые беженцы, я лично не могу назвать беженцами все эти 5 миллионов, потому что убегало 700 тысяч за это время, по идее, там уже и живых-то не осталось, а стало 5 миллионов. То есть это уже второе поколение, которое родилось на этой земле. Да, то есть какие беженцы? Сегодня посмотрите, те же сирийцы бегут, страна, которых интегрировала, они перестают быть беженцами и становятся немцами, французами, и нам говорят, теракт совершил гражданин Франции, выходец из такой-то статуса. Сирийского большинства. Да, они не остаются в статусе беженцев. А эти остаются в статусе беженцев. Потому что им никто не дает гражданство. Ни Сирия, ни Иордания не дает гражданство. И они говорят как раз о том, что вот эти шейхи, они шейхи, они верующие люди, кстати говоря, руководство этой организации, и сами, и все участники, члены этой организации, они все глубоко религиозные мусульмане. Мы летали туда на праздник Рамадан. То есть мы проводили там второй день Рамадана. Максим, извините, а вот вы как вообще-то прилетели? Сейчас такое настолько обострение отношений с Турцией. Как вы проходили таможню? Как вы проходили паспортный контроль? Это было как в кино. Таможню мы проходили так же, как проходил посол Израиля, который оттуда вылетал. То есть нас проверяли, если бы об этом. Но мы, правда, не дипломаты, нас обязаны были проверять. Но не было никаких проблем, мы довольно быстро прошли таможню. Когда мы вышли, действительно, мы оказались в каком-то фильме, наверное, боевике. Во-первых, с нами были раввины. То есть ошибиться было трудно. Это большие шляпы. И одеты, как раввины. И одеты, как раввины, их жены. Во-вторых, как вам, во-первых. То есть когда с нами раввина, понятно, что мы как-то определенно так выделяемся. Ну, учитывая вот эту накаленную обстановку, антиизраильские отношения в Турции. То есть как только мы прошли таможню, нас встретили, нас встречала вооруженная охрана. Довольно-таки большая. Если учесть, что нас было не так много, нас, в принципе, было всего 12 человек. А на этом самолете вообще прилетело человек 8. Было около 20 охранников, которые стояли двумя кольцами. Внутреннее, наружное кольцо. Такие крепкие ребята, очень высокорослые. Я посмотрю, говорят, нам бы их в Макаби Тель-Вив баскетбольный, мы, наверное, начали бы выигрывать. То есть если такие серьезные ребята. Выйдя, мы сразу увидели 6 бронированных джипов. Бронированных, с полнепробиваемыми стеклами. Ну, вот я говорю, кино. Просто вот как в боевике. Нас быстренько всех посадили в машины. И быстренько-быстренько увезли. Причем по краям стояла полиция, чтобы никто не подходил. После этого нас привезли в гостиницу. Самое интересное было, когда нас повезли в синагогу. Старая синагога, которая сегодня является музеем. Там было очень интересно. Там действительно было масса историй. Такое огромное количество историй и предметов, которые просто было даже тяжело охватить. Нас, перед тем, кто привезли туда, сначала отправили копии наших паспортов в этот музей. Наших дарконов. Потом, приехав туда, мы сразу быстренько зашли в музей. И нам начали показывать свои дарконы. Нас сверили, все нормально, нас пропустили. Там мы познакомились, например, с парнем. Студент из Ирана. 23 года. Который вдруг заговорил с нами на еврите. Мы были просто в шоке. На неплохом. Это внутри синагоги вы с ним познакомились? Внутри, да. Он туда помолиться шел или что ли? Нет, она не действующая. Она сегодня в музее. Он пришел посмотреть на музей еврейской истории, на синагогу. И на живых израильтян. Когда он верил нас, он сказал, я весь дрожу. Я первой жизни вижу живых евреев-израильтян. Он выучил еврит по интернету. Он объясняет это так. У нас правительство постоянно говорит нам, какие евреи плохие. Я студент. Мне было интересно посмотреть, а что на самом деле происходит. Я начал читать, я начал смотреть. Он начал рассказывать нам про нашу историю. Все это на еврите. Ну, некоторые, кстати, так, немножко наприклись, говорят, а вдруг какой-то разведчик. Засланный казачок. Засланный казачок, да. Ну, надеюсь, что нет. А вот, больше мы его не видели. Но военную тайну ты им не выдал? Нет, нет, не получилось, не знал. Наверное, может, и болтнул бы, но не знал. И вот самое интересное было, когда мы оттуда выходили. Почему? Потому что когда мы туда приехали, в принципе, никто не знал. Но приехали, приехали. Конечно, когда выходит 20 мордоворотов, телохранители, потом выходит несколько человек и часть из них раввинов, естественно, что все торговцы этой улицы выскочили посмотреть. Ну, это интересное зрелище. Но самая большая опасность заключалась в выходе из стенок. Потому что мы приехали-то неожиданно, а вот уезжали мы уже ожидаемо. То есть, мы уже знали, что там сейчас израильтяне. И вот тут было кино. То есть, перекрыли улицу полиции с двух сторон. Охрана выстроилась. Охрана стояла так, чтобы закрыть обзор, чтобы мы, выходя оттуда, не попадали вообще никак под обзор. И сразу подъезжала машина. Мы выходили, нам говорили, чья машина подъезжает. И мы, допустим, 4 человека в этой машине. Мы сразу садились в машину, нас вывозили. То есть, это был как боевик. Но, если честно, я не думаю, что если бы не было таких мер предосторожности, то прям что-то нам грозило. Я думаю, что просто они сами немножечко перестраховались, они боялись. Ну, на них такая ответственность. Кто это организовывал? То есть, раз задействована полиция, значит, государственные структуры принимали в этом участие? Вы знаете, что полиция сегодня на сопровождение заказывает даже в Израиле за деньги. То есть, там, скорее всего, просто неплохие деньги, большие деньги. Потому что в эту организацию входит очень много турецких и не только бизнесменов. Они все верят в своего руководителя. Они его просто обрисляют. Они от своих бизнесов отдают деньги в эту организацию. Они выпускают очень много книг. Вы знаете, мне подарили книги, например, одна из книг называлась «История с любовью» на английском языке. Их руководитель ее написал. Как я сказал ранее, он писатель. Почему? Как он объясняет? Он говорит, что все антисемиты говорят, что все зло, вся ненависть идет из Торы. Что там написано, надо не любить гоев и так далее и тому подобное. И вот он взял эти цитаты из Торы и опубликовал. Показать, что в Торе пишут как раз о дружбе и о любви. Теперь что он говорит? Он говорит так. Мы все правоверные мусульмане. Они в организации. И мы считаем, что правоверный мусульманин не может, так написано в Коране, носить в себе ненависть, носить в своем сердце ненависть к другому человеку, неважно какой он веры. Человек, который кого-то ненавидит, он уже не может быть чистым перед Богом. Далее он говорит, что в Коране написано, что сыны Израилева должны вернуться на эту землю. Должны взять на себя руководство этой землей. И это действительно интересно. Когда мы встречаемся с разными людьми, мы разговаривали, как я сказал ранее, с шейхами. Знаете, совсем другая точка зрения. Они ненавидят Хамас. Особенно там был, например, один шейх, который живет в Хевронии. Он говорит, мы устали, мы боимся, мы хотим сотрудничать с израильскими властями. То есть, если бы не Хамас, давно бы уже договорились. Не только Хамас. Они также обвиняют и Абумазана. Они говорят, что Абумазан не хочет мира. Хамас не хочет мира. Это деньги. А страдает население, страдают люди. И вот это те здравомыслящие, действительно люди, которые хотят чего-то дариться. А имеют они какое-то влияние на свою паству, на свою аудиторию? Их слушают, их смотрят. У них полтора миллиона поклонников. Полтора миллиона зрителей, полтора миллиона участников диалогов. Знаете, я еще одну вещь интересную заметил. Вот мы, евреи, особенно здесь, наверное, в Израиле, мы считаем, что мы прямо в центре вселенной. Мы прямо вот всем сильно нужны. Вы знаете, вот посмотрите наши заголовки. Турция, Эрдоган. Мы специально эти два дня листали турецкие газеты. Мы не увидели одного слова про Израиль. Мы им вообще не интересны. Мы ни одной статьи про Израиль не про Натаниягу, не про Израиль, не про что. У меня такое ощущение, что все-таки вот это все накручивает больше журналистов. Но про Атаж на сирийские, на иранские объекты в Сирии, наверное, было. У меня было про Израиль ни одного слова. Они залиты своим. Теперь что сделал Эрдоган? Через месяц у него выборы. Ситуация довольно-таки шаткая, поскольку там у них есть определенные проблемы экономические. Ему нужно было сделать, наверное, то же самое, что и Владимир Владимирович сделал. В общем-то, да, сыграть на патриотизм. То есть найти внешнего врага. Это всегда удобно, это всегда работает. Старый проверенный способ. Конечно. Он нашел внешнего врага, он сказал, у нас хотят отнять Эляксу. Евреи покушаются на Иерусалим. Кстати, первым вопросом у всех шехов, с которыми мы разговаривали, был, скажите, почему вы хотите забрать у нас Эляксу? Почему вы хотите забрать нашу мечеть? Я бы сказал, с чего вы взяли, что мы хотим ее забрать? Вы же помолитесь, мы ее еще и охраняем. Нам в мечети вашей молиться не нужно. Мы охраняем вашу мечеть. Да, из горячей головы, который считает, что нужно сломать, построить третий храм. Это стал наши религиозные евреи. Но их меньшинство. Мы не пытаемся. У них есть вот эта проблема. Понимаете? Как умудряются вот эти все лидеры, скажем так, типа Эрдогана или, допустим, в Иране, неважно, в дружеских государствах, как они работают на патриотизме? Они говорят, что евреи хотят отнять нашу святыню. Да не хотим. Встанем грудью на защиту эляксы. То есть так же все время идет. Конечно. Я вам сказал, что, ребята, наоборот, наши полицейские рискуют своей жизнью, охраняют вашу эляксию. Охраняют от террористов. Я вам скажу больше. Я выступал на турецком телевидении. Они пригласили нас. Значит, там была передача. На еврите? На русском. На русском? Я их предупредил, чтобы мне приготовили переводчика на русский язык. Почему именно на русский? Потому что они должны мне выставить впоследствии материалы, и я хочу их опубликовать. На еврите, вы знаете, что в основном то, что идет на моей странице Facebook, и то, за чем люди следят, это все-таки мои комментарии и мои публикации на русском языке. Вот я попросил, чтобы мне привели переводчика с русского на турецкий. Конечно, немножко было сложно. Сначала с русского на турецкий, потом с турецкого на английский, чтобы поняли остальные. Участники в студии. Я рассказывал только то, и говорю только о том, что действительно наболело. Я рассказывал про газ. Про ту ложь, которую распространяют. Про то, как рассказывают, что мы, например, в последний случай, когда мы убили 65 невинных человек, из которых сам Хамас уже объявил, что 50 человек это были хамасовцы. Это были террористы. Девочка, в смерти которой нас убили, оказалась. Я думала, что она была мертва уже до этого. Я говорил об этом. И потом я спросил, скажите, почему вот на всей этой воинствующей риторике, ведь вы же понимаете, вы видите, что происходит, вы лунные люди. Почему из-за этого ваш руководитель, ваш президент, Эрдоган, должен бы начать конфликт с Израилем? Израилем, который десятилетиями дружит с вами. Израилем, с которым раньше у нас был подписан у Турции и Израиля договор о военном сотрудничестве. У нас прекрасные торговые отношения. Кстати говоря, мы у них покупаем в два раза больше, чем продаем им. У нас было очень много... Почему? Мне объяснилось потом, после эфира, что все очень просто, да, выбор. Выбор. Он должен сейчас... А это пошло в эфир, все вот эти твои вопросы? Это было в прямом эфире. Это было в прямом эфире, поэтому, конечно, да. А говорят, там, тирания, там, и так далее. А в прямом эфире такое разрешают? Дело в том, что у него свое собственное телевидение. Поэтому сложно что-то запретить. Во-первых, во вторых, он на самом деле не был готов к моим вопросам. И ответы его были тоже не совсем удовлетворившие меня. То есть он на это ответил так. Пока вы... Он это кто, извините? Это как раз организатор, руководитель... А, то есть у вас с ним был этот самый диалог? Да, это был диалог, конечно. Он ответил это так. Пока вы будете называть их террористами, они будут называть вас террористами. Пока вы друг друга будете называть террористами, вы не сможете добиться мира. А как их называть? А я после этого, когда он подошел ко мне, и уже не в эфире он начал разговаривать, я после этого спросил его, а как вы курдов называете? Он сказал, ну курды, это же совсем другое дело. А в чем оно другое? В чем разница? Ну они же нам делали теракты. А нам разве их не делали? В чем разница? У каждого народа есть своя Палестина. У вас это курды, хотя курды тоже далеко не все одинаковые. Да, ну конечно. У нас это Палестинцы, в каждой стране есть свои Палестинцы. Но, верите, каждый смотрит с своей точки зрения, но я рад, что мы смогли, я надеюсь, что мы смогли показать, что мы не такие, как нас рисуют. Мы другие. Нас считают какими-то, знаете, дьявол воплотить. Это не так. Мы другие. Я вам сказал, мы ищем мир. Но мы не хотим при этом поступить со своей безопасностью. Так же, как вы не хотите поступиться ни целостностью в своем государстве, ни безопасностью в свое население. И мы не хотим. На этом закончился наш диалог. Будет продолжение? Думаю, что да. Кстати говоря, буквально в ближайшее время сюда должен прилететь вот как раз профессор из Иордании. Он прилетает очень часто, он встречается с депутатами Каннессета. И, кстати говоря, они, руководители этого движения, они тоже были здесь месяц назад. Я с ними встречался. Мы встречались так же. Я им сделал встречи с депутатами Каннессета. И я вам скажу больше. Они участвуют во всех произраильских лобби, включая американское, крупнейшее, которое вы знаете. Они приезжали сюда, в Каннессет прилетали, вот и сейчас прилетали, буквально 10 дней назад на открытие посольства американского. И в Каннессет там была тема как раз по борьбе с антисемитизмом. Они тоже прилетали. Вот такие чудеса. Интересно, но как-то у нас об этом очень мало писали. Я, например, про эту организацию знаю первый раз. 20-й канал уже об этом сделал репортаж, поскольку, я вам сказал, Литаль Шемич была с нами, а Литаль Шемич, она ведущая новостей 20-го канала. Раньше, да, раньше я тоже не знал. Поэтому для меня это было все очень такое открытие, знаете. Сломали стереотип, сломали стигму, сломали вот просто что-то новое. Ну, я надеюсь, что им тоже сломал стереотип. Это когда выступал. Надеюсь. Спасибо. Спасибо, Максим Бабицкий. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания.